Всем привет! С вами Михаил из Далласа. 2 ноября на дворе утро, едем в офис. Давно я с вами не болтал, расскажу вам немножко, в общем, что происходит. Во-первых, начало холодать. Наступает зима потихонечку. Потихоньку, потихоньку, потихоньку становится холоднее, 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 несмотря на то, что вчера было практически 37-38 градусов. Сегодня будет тепло, но ночами становится холодно и где-то через недельку у нас будет уже практически минусовая температура. Вот тут, кстати, вы видите, началось строительство. То, что мы сейчас повернули. Если вы посмотрите прямо, расчистили поле и начинается так называемая пятая фаза строительства. Если там будет чего посмотреть, мы туда сходим как-нибудь с вами. Тут заканчивают последние дома. Вот это уже на Christmas сделали. Вот тут слева не хватает дома, потому что он должен быть, очевидно, вот по этой дороге, которая пойдет прямо, а ее еще нету. Сильно рванули цены в нашем районе, так как купить, в общем-то, нечего и предложений нет, цены начали расти. Соответственно, такое есть еще движение калифорнийцев в нашу сторону. И, соответственно, это тоже подстегивает цены, так как эти ребята приезжают с большим количеством денег. Они там продали какую-то недвижимость или копили на недвижимость и не купили ее в результате. В общем, они приезжают с большим количеством денег, причем это зачастую бывает кеш, и как бы мы с ними конкурируем на этом рынке. Так что, вот, цены скаканули, то есть, чтобы было понятно, у нас, наверное, приближается в этом году процентом 50, я думаю. Так, я примерно ориентируюсь по нашим домам. С новыми домами та же самая история, так как были проблемы с материалами. Их уже нет, но они были проблемы с материалами, и строительство задерживалось. То есть, вот те там десяток домов, которые сейчас построены, их построили непосредственно вот прямо сейчас. Два этого они должны были, там, полгода назад быть построены, и, как бы, была задержка. Из-за отсутствия вот дерева, скажу. Так вот, цены скаканули, примерно, я вам сейчас скажу, там осмотрели средний дом был, то есть те, которые там где-то по 700 тысяч стоил. Сейчас они их предлагают по, те, которые были по 700, они их предлагают по полтора миллиона, по миллион триста. Полтора, зависит от жадности девелопера. То есть, практически 100% накрутка, и они уже тогда были дороже гораздо, чем все дома в округе, да. То есть, если в нашем районе дома стоят там... Ну, вот эти вот дома, вот справа вот сейчас смотрите. Вот эти дома, они стоили где-то в то время 300, 350, 400, зависит от размера, да. То тут, да, дома чуть-чуть больше, но они стоили 700 уже, это уже была завышенная цена. Но это, как бы, новые дома, да, не со вторичного рынка, новые дома, они чуть-чуть всегда дороже. Но у нас цены не поднимались именно за счет того, что параллельно с нами продавались, вот на соседней улице буквально продавались новые дома. И когда приходил человек, и ему надо было выбирать, брать новый дом или двадцатилетний дом, тридцатилетний уже почти, да? Нет, ну не тридцатилетний, да, сори. Двадцатилетний, он как бы задумывался об этом. А сейчас вот прям улетает все, то есть люди могут выставить дом за 500, его заберут там за 650, еще там куча всяких наворотов будет, типа не будут проверять его, а есть же инспекшн. Вот мы проскакиваем тут, видите, автобус сейчас остановится и нельзя будет поехать. Есть инспекшн, значит, и, соответственно, люди говорят, окей, инспекшн не надо, там, красить не надо, полы менять не надо, мы все сами сделаем, все это. Могут много кеш предложить, ипотеку надо ждать около 40 дней, пока она придет. И когда люди предлагают новый кеша, многим это имеет смысл, то есть они смогут, например, дать больший down payment. И вот такие вот ситуации случаются зачастую, что приходит предложение, даже все в кеше дать бывает предложить. Вот видите, автобус стоит, и мы тут, соответственно, тоже встанем, видите, все машины остановились. Как раз я вам показывал такой автобус, и все будем стоять ждать, пока автобус уедет. Так вот, по-прежнему существует, как бы, рынок такой, вторичного жилья, и там всяких, то, что называется, дачи, да, vacation houses. И мы даже ездили, смотрели несколько подряд, то есть у меня есть, наверное, три видео таких, таких, lake houses. Я вам выложу их до времени. И они по-прежнему, там, fix-rapper, то, что называется, да, когда покупаете дом, который требует ремонта, его надо отремонтировать, и он потом вырастает в цене. В общем, таких на самом деле много еще. Но это далеко, вот тут вот у нас, мне уже сказали, люди уезжают, можете посмотреть по карте, мне сказали, люди уже переезжают в города Гринвильс. Он у меня где-то есть на видео, можете тоже посмотреть, мы через него ехали, тоже такой старый симпатичный городок. Вот эта улица ведет в Гринвильск, то есть если по ней ехать назад от нашего движения, то вы приедете в Гринвильск. Это достаточно далеко. Шерман уже практически не едут, это уже стало там слишком много народу, уже едут в Гринвильск. Едут уже такие, на расстоянии где-то час от Алина. А от Алина, допустим, до Далласа еще можно там в пробке час ехать. То есть вот так далеко люди уже отъезжают, чтобы за относительно дешевые деньги взять приличный дом. При этом, да, там еще час езды, скажем, до работы, он не так страшно. Единственное, там со школами, конечно, будет гораздо хуже. Но есть люди, у которых дети на хомскулинг, допустим. И хомскулинг в Техасе практически не имеет никаких требований. Поэтому вполне может быть приемлем для каких-то людей, там, ну, по крайней мере, до хайскула. Ну, вот, как бы, вот такие вот дела. Я думаю, я вам уже нарассказывал достаточно. Будем прощаться. Если у вас остались какие-то вопросы, есть какие-то вопросы, на которые я не даю ответов, то пишите в комментариях. Ок? Не забываем лайкать видео, не забываем подписываться на канал. Впереди много интересного. С вами Михаил из Далласа. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok